Как медицина обращает детей в болезнь? Девчонки, будет много букв. Хочу поделиться соображениями, как рождаются страшные диагнозы наших детей. Вчера была с ребятами на диагностике. Блин, звучит тупо, но типа собеседование. Возможно, будем менять школу на семейную. Не потому, что дети не потянут обычную, а из-за ситуации с тестами на COVID и прочей чушней, которая еще идет извне. Ну так вот, первым пошел Леха, я с ним. Диагност, она же нейро. Сначала меня опросила, а ему дала тест нарисовать человека. А потом стала опрашивать Леху. Ну что, он почти на все вопросы ответил. Забыл свое отчество и не сказал, какое сейчас время года. Потом она начала проговаривать фразы и просила его повторять по памяти. Ну что, он простые, приятные, из трех-четырех слов повторил. А длинные не с первого раза. Потом она говорит фразу. Даша моет под душем шею и уши. У Лехи ступор. Я понимаю, почему, но она не дает мне объяснить. Ну конечно, она же специалист. Ржу. Но вам я поясню. Под душем для Леши звучит одинаково, как одно слово. Он с предлогами пока не дружит. Хотя мы и занимаемся этим. Ну так вот, он не знает такого слова под душем. И проговаривает его осторожно, еле произнося, шипящее. Она мне бросает в лицо. У него логоневроз. Я ей, да нет, нет такого. Пожимаю плечами. Она опять. Я нейропсихолог. Я говорю, а я живу с ним 7 лет. Внутри пошла сначала обида. Потом думаю, ну ты ж увидела диагноз. Для тебя он больной. А я смотрю вперед. В здоровье. И потом еще пару раз были попытки с ее стороны нас закопать. Показывает обложку методички. А там стоит 3+. Типа для трехлеток. Я говорю, он за последний год прошел то, что дети проходят за 3. Он имеет право не знать и ошибаться. Пока шел опрос, я Леху хвалила. Говорила, да, ты верно говоришь. Ты молодец. Даже Валентина Николаевна под конец начала его хвалить. Да, был еще вопрос из этой методички. Нарисованы полки. На них игрушки. К прямому меру на полке 3 мяча и 1 мишка. Она спрашивает, ну что тут одно? А чего много? Даже мне режет ухо такой вопрос. И полок этих много на одной странице. Я ей говорю, покажите на примере. Дальше он ответит. Нет, говорит. Должен сам сразу. Я ей говорю, ничего он никому не должен. И улыбаюсь во все зубы, короче. Поначалу она стала записывать свои выводы на лист А4. Она написала ровно 3 строчки. Потом перестала. Видно, поняла, что я это не проглочу. И правильно поняла. Молодец. В итоге сказала, что Леха не потянет программу их школы. Сразу ограничила. Чего уж. Я ей сказала, что мы на золотую медаль пока не претендуем. И что я готова его тянуть. И мы ушли. В принципе, я могу плюнуть на ее заключение и попробовать. Пока думаю. А вот директору и его жене мои мальчики понравились. Когда мы уходили, они сказали, может не прощаемся. А еще жена директора сказала, что видит, что я свечусь. Вот такие вот дела. К чему столько тут рожала? Наташа тысячу раз права. Всегда поддерживайте детей. И все эти диагнозы разобьются. А вашу любовь мамы. Я к чему все? Какая-то тетя решит показать вам, что не зря получала свой диплом. Но она не знает всей картины. Она не видит вашего ребенка в первый раз. Она видит вашего ребенка в первый раз. А мы что? Мы сразу верим и начинаем искать это в своих детях. Я была раньше именно такой. Тете хорошо. Она продолжает балдеть от своей значимости. Я диагност хоть куда. А мы катимся вниз. На годы. Я ей благодарна. Такой был мини-урок на закрепление материала. Страшно подумать, скольких детей вот так вот обращают в аутизм. Спасибо маме. Это отрывок из книги по чату мам. Книга, которую написали мы. Она уже в издательстве. В январе она увидит свет. Часть вторая. Часть первая уже есть на shop.sabrishin.com Подключайтесь к инфодайвингу. И ваши дети будут здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует...